И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и всего того, что вращается у микрофона, как всегда, ваш похож на слугам Амору, и это великолепная сборочка Майнкрафт с Модом Грей. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошло слишком много всего, это можно понять хотя бы потому, что здесь появилась еще одна ферма, которая все равно не приносит недолжного количества этих самых росточков, то есть по большей части за кадром я занимался тем, что пытался оптимизировать систему по добыче монеточек, которые здесь вот у нас производятся и создаются. То есть я просто здесь внедрил систему труб, изначально здесь их было, как вы можете видеть, в два раза больше, но сейчас с тем количеством, что у нас сейчас производится, справляется и четыре вот этих вот мультисервопресса. Остальные два я не вижу смысла подключать, если только придется, наверное, еще две фермы старовать, но мне очень сильно не хочется этого делать, чисто из-за того, что это занимает слишком много времени. Но даже в таком варианте у меня получается достаточно много количества ресурсов заполучать себе, тут у меня 178 тысяч различных монеток, и я думаю, что пока что этого мне будет хватать на какое-то время. А если быть конкретнее, эти все монеты у меня пойдут на различного рода ресурсы, которые я буду здесь преобразовывать себе из печатных презов, но об этом чуточку попозже. Также время в серии предыдущей я уделял тому, что занимался вот этой вот загрузочной вагонеткой, которая сейчас по какому-то нелепой мне причине двигается как-то не очень лесообразно. Так вот, я здесь немножечко переделал систему разгрузки, и как мне кажется, эта система разгрузки здесь работает наилучшим образом. То есть я здесь сделал, вместо того, чтобы выход был ротстовым сигналом, который заставлял эту рельсу гореть, я выход преобразовал в компаратор, который в свою очередь питает уже рельсу только в том случае, если вагонетка разгрузится. Таким образом, у меня получилось сделать так, что она всегда здесь будет кататься именно с потоковым магнитом. Таким образом, когда она будет приезжать через рамку механизма с полностью погруженным базальцем, она обязательно будет его преобразовывать. Поскольку я здесь немножечко проводил время в АФК, и получалось все время так, что я как ни приду, эта вагонетка у нас, как ни странно, касается без магнита, он не заряжается, ничего этого не происходит. В связи с этим пришлось немножечко эту ферму модернизировать. Пока что, я думаю, этого количества земляных зарядов будет хватать, но я как погляжу, их становится с каждым рядом все меньше и меньше. Это все потому, что у нас эта система здесь была ускорена во много раз. Я, получается, здесь сделал модификаторы, которые усиливают магнитную связь, тем самым у нас, как вы понимаете, скорость преобразовалась примерно на 40%. И в магнум генераторе я сделал вспомогательные камеры, которые производством генератора тоже увеличили, там, получается, на 400%, что, в принципе, у них идет один к одному. То есть здесь увеличилось потребление, здесь увеличилось производство, и все замечательно. Из-за этого у нас, получается, этих самых земляных зарядов здесь требуется больше, и из-за этого у нас, получается, производство всех этих процессоров тоже возросло. Пока что с производством процессора у нас все упирается в том, что просто не хватает зарядной камеры, но я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, чтобы это все организовать, и, возможно, за кадром я как-то это все организую. Но сейчас не будем больше времени наше тратить, поскольку мы уже близимся очень близко к тому, чтобы начать завершение финала и начать завершение всех глав, которые у нас здесь есть. Если честно сказать, то следующая сборочка у меня есть уже на примете, и мне не терпится к ней приступить. Но для этого, как ни странно, нужно разделаться с этой сборочкой. Пятая глава. Цифровое отделение. Нам здесь говорят, что мы здесь уже будем много что делать и много что преобразовывать, и для начала нам нужно разделаться с этими расчетными механизмами. Для того, чтобы с ними разделаться, по-хорошему, мне ферму обожженных кирпичей нужно перенести туда. Но я не хотел бы этим заниматься, и я, пожалуй, просто там сделаю нечто похожее из тех же материалов. То есть мне понадобятся обожженные кирпичи, контроллер плавильни, а также, пожалуй, понадобится слив. И я думаю, что больше, чем один. А также, я думаю, мне понадобится здесь обязательно желоб, который будет у нас помещать все предметы в плавильню. И не стоит забывать, конечно же, обожженном жидкостном резервуаре здесь. Нам, как я понимаю, здесь потребуются логические операторы. И по большей части, да, все, которые здесь есть, нужно сделать. То есть мне нужно где-то раздобыть никель. И вроде как у нас есть, в достаточно больших объемах. Думаю, 16 штучек, из которых мы получим пластины, вполне мне хватит. И вот, наконец-то, я все подготовил. Это заняло чуть больше времени, чем я вообще планировал на это, но тем не менее. Здесь, по идее, нам просто нужно построить какую-нибудь плавильню, вообще без разницы какую. Пока что я ее буду сделать стандартную с 3 на 3. Я полностью отдаю себе отчет, то что потом ее понадобится расширять. Но до потом еще нужно будет дожить. Так, обожженный желоб. И пока что в тестовом варианте здесь контроллер и обожженные жидкостные кирпичи. Для того, чтобы этот уровень работал, для того, чтобы он был завершен, обязательно нужно достроить здесь тоже второй слой кирпичей. Теперь же я хочу вот здесь вот разместить трубу, которая, по идее, должна запиховывать все механизмы отсюда сюда. Поэтому именно в эту трубу, которая ближе всего к извлекаемой емкости, я должен разместить модуль извлечения. Ну и, соответственно, скорости, для того, чтобы мне просто не было нужды лишний раз ускорять. И если я могу это сделать, то почему бы я не должен этого делать. Теперь же, пока расчетный механизм мне в таком количестве не нужен здесь, я их могу положить обратно. Это все нужно было только для проверки. Теперь же я, получается, здесь могу жидкостный резервуар разместить, а здесь разместить контроллер. Ну и, соответственно, достроить всю эту плавильню. Здесь не нужно забывать о том, что эндер резервуар должен запитывать контроллер. И, получается, у нас все пошло плавиться. Теперь же, я понимаю то, что мне нужно будет очень сильно расширять все это безобразие, но пока что обождем насчет этого момента, потому что я забыл совершенно сделать пресс-формы, да, оператора. Ну ладно, ничего страшного, тем более, что пластины-то я сделал, остальное приложится, я думаю. Получается, в любом случае мне понадобится деление, учитание, умножение, сложение и, по идее, пока что все. Я не знаю, что мне понадобится еще больше, мне точно понадобится цифра 3, возможно даже не одна, а цифра 8. Я бы этот камнерез забрал себе туда, поскольку я думаю, что мне очень часто придется им пользоваться. В чем вообще суть этой всей главы, в чем заключается вся эта сложность? А в том, что мне понадобится здесь, благодаря логическим операторам, получить все цифры, которые здесь представлены. Но в начале нам доступны только две цифры, 3 и 8. Благодаря логическим операциям я должен получать различные другие цифры. Допустим, я сначала хочу получить цифру 3, но для начала мне нужно, чтобы это сделать, я должен себе сделать, выполнить отливку. Так, я так понимаю, обожженные кирпичи и печку я должен удлинить еще примерно в разочек, чтобы все это работало. Теперь же мне получаются обожженные сливы в количестве 2 штук, давайте вот здесь вот раз и вот здесь вот два. Краник раз и два. Обожженный стол пока что один, но второй скрафтить несложно. Теперь мы здесь размещаем рычаг, и это все должно автоматически сюда выплевываться. Но я на самом деле бы сразу пошел, наверное, по системе того, что все цифры выставил вот в таком вот формате. То есть обожженные литейные столы бы здесь создал вот все, которые здесь вообще возможно будет создать. И только потом отсюда бы выводил. Как мне кажется, это самый правильный и разумный вариант. То есть о чем я говорю? У меня по идее здесь есть в квестах, допустим, цифру 1 я должен составлять. Цифра 1 получается путем различных математических операций из различных цифр. И это получается я как-то должен преобразовывать и создавать. А как я вообще без понятия пока что? Допустим, цифру 1 я могу получать, производя вот такую простейшую математическую операцию. 3 делю на 3. То есть у меня здесь должно выполняться 3 заливки. То есть я здесь должен отливать себе цифру 3 и должен отливать себе здесь деление. Дальше я должен это все помещать в крафтер. Вот в эти две ячейки получается попадает у нас цифра 3. А вот в эту ячейку деление. Давайте попробуем это реализовать с помощью труб. Как мне кажется, это самый разумный здесь вариант. Получается это как-то так должно выглядеть. Плюсом к тому, что я должен буду здесь себе еще предоставить крутящийся момент, который я, допустим, могу взять отсюда. Это несложно. Сейчас останется лишь то, что мне нужно будет разводной ключ, который добавляется тем же модом Pretty Pipes. Я должен, получается, им разъединить вот здесь вот трубу, потому что мне не нужно, чтобы знак деления попадал вот сюда. И то есть я вот здесь вот тоже должен разделить, потому что я не хочу цифра 3, чтобы попадала в эту кинетическую машину. Сюда я загружаю два предмета, сюда попадает кинетический механизм. И сюда, получается, я тоже должен разместить эти два предмета, чтобы цифра 3 у нас попадала и сюда, и сюда. Сверху, получается, я размещаю драйвер. И последний момент с вращением, да. На самом деле, по-хорошему, нужно было здесь сделать новую кинетическую машину И предоставлять сюда возможность кинетического вращения от другой машины, чтобы не создавать лишних проблем Но ладно, извращаемся как можем Да, это пошло создаваться, скорость безумно маленькая И скорость, с которой я получаю единицу, конечно же, меня не устраивает Так, а почему всё вылетело? Не понял Я, кажется, понял, в чём дело И дело было не в бобине Мне кажется, дело в том, что просто я банально не могу сделать так, чтобы Размещались у нас здесь предметы вертикально Если они будут размещены вот таким вот образом горизонтально, то, мне кажется, всё заработает И да, крафт пошёл, всё, единица у нас создалась Просто из-за того, что нельзя делать вертикальный крафт Ну кто же знал, кто же знал Теперь знаем Осталось лишь придумать здесь коммуникацию с трубами, что не очень-то и просто на самом деле Я очень сильно боюсь представить, что бы было, если бы я не знал об моде Pretty Pipes Я бы, наверное, себе голову сломал, пока пытался изучить всё это Как происходит и как должно это всё происходить Я очень сильно рад, что мне доступна такая модификация И что я могу приводить всё это таким вот простым методом И, по идее, это так и будет, просто крафтится Пока у нас здесь есть, скорость пока что мне не важна И, в принципе, меня всё это устраивает Размещаем краник Заливаем жидкость в ведро Получаем, получается, мы ведро необработанного бакета К сожалению, этот бакет мы уничтожаем, потому что у меня неохота с ним возиться И получаем мы здесь, получается, ачивку за мощность обработки, за цифру 3 За знаки деления получим мы потом, за единицу тоже потом И за 8 тоже мы получим потом Главное, что единица у нас, получается, есть Здесь мы можем её себе здесь отметить, как только это станет возможным Дальше нам нужна цифра 2 Цифра 2, насколько я понимаю, это 3 минус 1 Достаточно просто Делаем дальше 3 у нас есть, 1 у нас тоже есть Я думаю, продлевать понадобится очень много Цифру 3 отсюда я брать не хочу пока что Я её буду создавать здесь заново Тем более, что ничего такого в этом нет Крафтер создан Вращающийся момент подключен Единица, получается, должна попадать в эту ячейку крафта А цифра 3 вот в эту Я забыл, что нам здесь знак тоже минуса понадобится, который мы здесь не делаем Ну ладно, ничего страшного, это сделать легко Получается, знак минус берём Сюда тысяч И крафт пошёл Когда я размещу здесь, я думаю, большинство количества цифр Я обязательно ускорю всё это Нужно лишь посмотреть по нагрузке Цифру 2 мы тоже с вами завершаем здесь Она у нас появляется Минус, по идее, тоже был должен завершиться А нет, не забрали мы его себе Перезабрали Осталось умножение и плюс Но это потом Дальше идёт, по идее, цифра 3, которая нас особо не интересует Следом идёт, получается, цифра 4 Которая получается из 3 плюс 1 В моей голове по-хорошему это должно выглядеть как Здесь, получается, создаётся система, как получать единицу И дальше мы что-то с этим придумываем Но мне так неохота, если честно, с этим заморачиваться Я тут подумал и решил то, что действительно вот это всё будет создавать сейчас Неправомерно долго, нудно и практически невозможно, наверное В плане серии Потому что я думаю, что вот эта вот система, которую я здесь делал Будет абсолютно неправильной Ибо пропорции, в которых создаётся единица и двойка Здесь неправильные И меня абсолютно это не устраивает В связи с чем, я буду сейчас всё это перестроивать В нужный и интересующий меня формат Ну и с момента прошлой сказанной мной фразы Прошло слишком много времени И много что здесь успело поменяться Все логические операции, которые были здесь сделаны Они доделались Благодаря, как ни странно, моим любимым трубам, которые я здесь полюбил И знаете, что я выяснил, когда я здесь построил всё это безобразие То есть для каждой логической операции у нас здесь есть специальные вот такие вот комбинаторы В которые мы посредством вот таких вот модулей высокого поиска составляем цифры То есть тут у нас получается от 1 до 0 все эти цифры есть После того, как всё это я построил, я узнал эту маленькую вещь Нам, получается, вот эти вот кубы расчёта траекторий В количестве 8 штук, которые у меня уже готовы Нужны в единичном экземпляре То есть вот это всё я строил абсолютно зря И я мог бы это сделать ручками, но честно сказать, ручками это всё делать прям реально заколебёшься Поэтому пускай это всё существует в таком виде, как большая память истории моему потраченному времени Мне здесь пришлось, как вы понимаете, построить ещё одну плавильню В отличие от вот этой вот самой плавильни, которая у нас здесь существует для того, чтобы питать всю эту систему Сейчас это же плавильня полностью здесь приостановлена Только потому, что по факту эта вся система больше не нужна И нам не нужно больше происходить таких гигантских масштабов все эти паттерны Это я на самом деле такой дурак, что пытался как-то рассчитывать так, чтобы это всё производилось постоянно, беспрерывно И пытался какие-то тайминги настраивать Зачем, если можно было просто подождать? Ну ладно, не будем уже об этом и незачем ворошить прошлое Сейчас у меня здесь есть расчётных механизмов гигантское количество Которые как бы сюда могут идти, а могут не идти И главное, что потом я смогу их использовать в крафте Сейчас же у нас получается в плавильне нашей печи есть 8 жидкостных расчётных матриц По факту это нам и требовало сделать сборка То есть сначала создать все цифры, взять потом все цифры, объединить в итоге 8 расчётных матриц И их можно начинать отливку Здесь обычный экраник, обычный литейный резервуар, в который это всё должно отливаться и создаваться И создаётся оно достаточно быстро, что меня несомненно радует И осталось так сделать ещё 7 штуками Помимо того, что я занимался здесь вот такой вот фигнёй Я также заготавливал почву для будущих проектов Судя по тому, что сборочка нам в принципе говорит о том, что конец не с горами Я думаю то, что в следующей серии мы уже успешно с вами сможем запустить ракету И 8 кубик Квест с расчётом траектории мы выполняем Получается это первая линейка квестов из всех, которые здесь представлены Следующая линейка квестов у нас получается идёт с торсерьём и получением пластика Я поизучал это по внимательной тему И по идее нам нужно по большей части большое количество конденсаторов материи Но не вижу я в этом сейчас абсолютно никакой необходимости Этим я займусь пожалуй чуточку попозже Сейчас же у меня в приоритете продолжить изучение сборочки только немножечко в другом направлении Здесь же у нас есть квесты с чёрным золотом Если мы здесь собираемся как ни странно запустить ракету Нам соответственно нужно топливо для этой ракеты И сборочка нам говорит то, что где-то в тёплом регионе должна находиться где-то нефть И как ни странно это правда Потому что я бегая вот здесь вот по карте нашёл Та-дам! Нефть! И уже облагородил там производство И там у нас стоит как ни странно насос, который качает жидкость Также здесь я сделал себе вот такую вот систему Которая жидкость, которую там качается И поставляется в резервуар Из ёмкости жидкость попадает в дистиллятор Где получается наша нефть делится на две основные фракции Тяжёлую и лёгкую нефть Тяжёлая нефть и лёгкая нефть также попадают в дистилляторы И всё это по итогу, что лёгкая, что тяжёлая Превращается в одинаковое количество практически очищенного топлива Которое по итогу нам и нужно здесь будет Сейчас можно будет отправляться туда, в экспедицию Для того, чтобы в больших масштабах добывать то, что там у нас производится Ну а по-хорошему, на самом деле, я бы сделал что-то типа портала сюда Но я сомневаюсь, что мы будем как-то очень долго и сюда нудно бегать У нас здесь было когда-то месторождение Часть уже я выкопал И, как ни странно, большое количество нефти уходит туда вниз, куда-то вглубь А если забраться сюда, то здесь у нас, как ни странно, вся эта добывательная станция Всё это нужно для того, чтобы у нас, получается, помпа качала нефть в резервуар И сейчас мне предстоит вот таким вот нехитным образом Постепенно опуская шланг, набирать нефть Меня единственное, что напрягает, это всё, к сожалению, выкачивается по одному ведру Но хотя бы так Я надеюсь, что этой нефти мне не очень сильно-то и многое потребуется Так, я вижу, ёмкость у нас наполнилась А вот я, к сожалению, не вижу здесь полностью, как много я выкачал или не выкачал Ладно, тоже Своего рода издержки производства Здесь же, получается, нефть уже успешно попадает в дистиллятор Из дистиллятора уже успешно очищенное топливо получается И попадает тоже ещё один резервуар Для того, чтобы выполнить ачивку, мне достаточно будет взять нефть из бака И дальше нужно будет как-то придумать, как вот эту вот нефть взять К сожалению, эти ачивки я уже, наверное, вряд ли выполню Потому что для того, чтобы собрать эти ведра Мне приходилось здесь делать систему, которая капала жидкость на ведра И заливала туда лёгкую тяжёлую нефть А сейчас мне очень не хочется это, на самом деле, делать Прям, ну, уж от слова совсем Если что, сделаем это потом А сейчас, как ни странно, можно считать эту ветку завершённой Я за кадром выполнил вот эти квесты Они выполнены, только останется сделать ведра, которые это всё забирает Здесь же контейнер Торсирьяна ждёт, где мы должны сделать шарики антиматерии Для этого нужно сделать, как ни странно, конденсатор материи, который сделается из ME-контроллера ME-контроллер мы уже знаем, как делать Это достаточно легко Изменчивая жемчужина И сам конденсатор материи Получается 1К интерфейс Интерфейс, я думаю, нам понадобится здесь Вот такой вот элемент хранения, который делается из 1К 1К делает из 1К, что-то бред какой-то А, нам, по сути, достаточно легко Но нам самое главное здесь получить Это вот эти вот шарики, которые здесь получаем, да Из элементов хранения Давайте не мелочиться уж Что же, начали 4 тысячи, так 4 тысячи Всё Мы делаем 4 тысячи интерфейс хранения Думаю, достаточно легко сделать Только рассчитать нужно пропорции необходимые Нам, которые здесь получим Да, серьёзно То есть нам потребуется индукционная плавильня Для того, чтобы сделать кварцевое стекло Зачем такие усложнения? Ну, блин А, есть, есть У меня это индукционная плавильня здесь есть Которая не задействована Это просто очень хорошие новости Если честно, вот эти вот последние квесты Они просто начинают очень сильно душнить Во всех смыслах Особенно в том плане, что здесь потребуется термообработка Которую вряд ли мы с вами справимся в этой серии Так, Nether Quartz мы в индукционную плавильню запихиваем И должны получить кварцевое стекло Следующий получаем И 4К интерфейс хранения мы создаём По идее, вот сюда вот мы теперь должны запиховывать Каким-нибудь образом Какую-то материю Я так понимаю, любую Ну, допустим, у меня вот здесь есть Куча Очень большая куча булыжника Никому не нужная Заберём немножечко, никто не обидится И мы сюда её засунули Теперь, как запустить мне этот процесс? Объяснить мне кто-нибудь или нет? А, вот оно как работает То есть при заполнении определённого порога У нас здесь получается Создаётся шарик материи Понятно То есть нам по факту нужно просто большое количество Какого-либо предмета Допустим, того же самого булыжника И мы будем здесь получать материю В больших и неограниченных объёмах Это вообще не проблема Это, допустим, у нас создастся Мы создадим И несложно А вот то, что нам потребует здесь торт с полоха Это проблема Ведь нам здесь потребуется, как ни странно Создать хотя бы ферму куриц Для яиц Сахара Но это несложно А вот незеритовую пыль Где брать Я вообще не имею Ни малейшего понятия Тут, конечно же, есть способ С помощью которого Из Редстоуна Мы смогли бы получать Незерак Но, если серьёзно У меня нету вообще никаких сил Автоматизировать эту систему Мне легче пару раз Сбегать в ад Накопать там Очень большое количество Редстоуна И я надеюсь, что Такая система Будет работать В полуручном режиме И мне не терпится Поскорее Закончить эту сборочку Я надеюсь, что Следующая серия будет финальной И мы в следующей серии Сможем с вами Полететь на Муну Или куда там Нам нужно Ну и тогда В таком случае На этом, пожалуй, всё Всем спасибо, что смотрели У микрофона было, как всегда Ваш покрым слугам Амору Ещё услышимся